Всем привет! Сегодня сделаю обзор довольтовского шурика DCD791. Посмотрим, насколько потерял емкость аккумулятор, отходивший 3 года, а также узнаем, на какой скорости можно завернуть больше саморезов. Ну и немного помучим шуруповерт глухарями 10х200, 10х300 и 12х300. Шурику, как и аккумулятору, 3 с лишним года. В конце видео покажу люфт патрона и если кому интересно, что за это время произошло с кинематикой, напишите. Разберем, посмотрим. Еще сделаю небольшую вставочку, как он 72-й коронкой сверлит лунку под подрозетник в кирпиче. Поехали. По краям доску я насверлил, так как она очень сухая и без предварительного засверления трещит. Шуруповерт, кстати, я заказывал с Америкосии, он мексиканского производства. Второй аккумулятор японский, тот, которым будем работать сейчас, корейский. Такая вот солянка пришла. Это старичок, 16-го года, корейский, 4 ампера. Второй аккумулятор 19-го года, Китай, 5 ампер. Оба аккумулятора заряжены. Начнем со старичка. Сейчас саморезы 5 на 50, башка ПЗ. Их у меня всего 180, поэтому буду выкручивать и закручивать много-много раз. Для этого отдельный шурик и отдельный аккумулятор. Крутить буду на второй скорости. Продолжение следует... Продолжение следует... Трехгодовалый 4 амперный аккумулятор завернул 834 самореза. Ставим 5 амперник, погнали дальше. Этим шуриком, кстати, собрана одна баня. Сверлили им отверстия под коксы, соединяющие венцы в брусе 100 на 150. Спиральным сверлом на 25 на глубину 250 миллиметров. Я не призываю этим шуриком на постоянной основе такой фигней заниматься. Но если он справляется с такими задачами, то и на внутренних работах его сложно будет убить. Кстати, доска растрескивалась в разных местах по мере теста и поэтому пришлось засверливаться, чтобы она не развалилась. Продолжение следует... На 5 амперном аккумуляторе вышло 1225 саморезов. Теперь посмотрим, сколько выдаст первая скорость на старом аккумуляторе. Делаем вставки. Добью сначала эту сторону доски, затем с обратной стороны нанесу разметку в разбежку с предыдущей и там продолжу. Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте пока посмотрим сверление кранка на 72 по кирпичу. Сверление и на всю глубину, но для подразделения глубиной 45 миллиметров хватает. Сверление длилось всего 15 секунд, по-моему отлично. А еще по сравнению с перфом не ощущается биение и сверлить гораздо комфортнее, видимо из-за оборотов. Постоянно им лунки не сверлю, поэтому по износу на таких работах сказать ничего не могу. Может как-нибудь чисто для эксперимента сделаю им полностью электромонтаж. Начнем подводить итоги. Свежий аккумулятор завернул 1225 саморезов. 245 саморезов на одном амперчасе. Старый аккумулятор 834 самореза, то есть 208 саморезов на одном амперчасе. Получается, что емкость старого аккумулятора просела на 15%. И второй тест первой и второй скорости показал, что на второй скорости шурик заворачивая саморезы 5 на 50 оказался выносливее. 834 самореза против 776. Кто не ожидал, пишите в комментах. Посмотрим на люфт патрона. Специально взял длинную биту. И на глаз, как видите, люфт с длинной битой получился не более 1 мм. Без биты где-то 0,3-0,5 мм. Новый шуруперт, кстати, тоже немножечко люфтил. Мне кажется, ничего не изменилось. Ну и давайте его немножечко помучаем. Для начала глухарь 10 на 200. Попробую сначала вторую скорость. Не катит. Дожимаю на первый. С глухарем 10 на 200 справился. Да, брусок уставший. Был неудачный дубль длиной 8 часов. 10 на 300. Не дожал пару сантиметров. Защита отработала один раз. Я подождал немножечко и еще раз до сработки защиты его дожал. Для глухаря 12 на 300 я засверлюсь немножко. Понятно, что с ним не справится. Посмотрим, насколько он его завернет. Это его десятку он довернул 3 см. И 12 и 10. Ну и надо же дожать. Сделаем это ударным шуруповертом. Вот такой видосик получился. Если кому-то было интересно, полезно или помогло поделиться с выбором инструмента, ставим лайк. Подписываемся на канал. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода